В детском морском центре капитана Варухина реализуется проект «Россия – страна мореходов 21 века». Он призван помочь найти свой путь и, возможно, будущую профессию талантливой молодежи. Он нашел поддержку фонда НТИ с декабря прошлого года. Дистанционное обучение проходит 136 юнморов из разных уголков России. Подробнее с проектом сегодня ознакомился глава региона Андрей Никитин. Для моряков соблюдение традиций – дело святое. Но эта сфера, как и весь мир, не стоит на месте и следует за техническим прогрессом. Модернизируются суда, системы их управления, а следовательно и методики образования во флотском деле. Для того, чтобы научиться безошибочно управлять, например, огромным танкером, в наши дни требуется специальное оборудование. Теперь оно есть и на базе морского центра капитана Варухина в Великом Новгороде, где реализуется пилотный проект «Россия – страна мореходов 21 века». Так как наш проект в большей части ориентирован на Арктику, мы с вами видим вышку Варандей, это северная часть, заправка нефтью, видим проходящие крестов де Мажери, которые проходят с обеты порта, Ямал, СПГ, ну и суда, обеспечивающие работу судов, которые будут заправляться. В данном случае у нас сейчас судно поставлено «Танкер», который будет подходить, если что, заправляться и так далее. На базе центра установлены три специальных тренажера, на которых юные моряки могут отрабатывать технику управления. Два упрощенных и один полностью имитирующий рулевую рубку судна. С помощью современных технологий на тренажере можно моделировать различные ситуации, с которыми судоводители сталкиваются на практике. Тренажер сравним с лучшими мировыми, то есть конкретная инсталляция, с лучшими мировыми установками, то есть учитывая пространство, которое здесь было дадено, возможно, так сказать, поместили максимум возможного. При этом это получается сейчас самый современный тренажер в России, по размеру сравнимый с тем, что есть у Шаковки, у Макаровки, у МГУ Невельского. Проект «Россия – страна мореходов 21 века» стартовал в ноябре прошлого года. Сейчас на базе центра дистанционно по программе «Оператор судна «Первая ступень» обучаются 136 ребят со всей страны. После окончательной отстройки навигационных тренажеров начнется учеба и с их использованием. Но из-за ситуации с коронавирусом пока тоже только в дистанционном формате. Всего до 2024 года обучение в рамках проекта пройдут 2600 человек. Приятно видеть, что в результате усилий морского центра капитана Варухина, Министерства образования Новгородской области, всех коллег, вот такой результат. Если бы капитан Варухин не мечтал и не мечтал всю жизнь, то, наверное, и не было бы ничего. Потому что вот если люди не мечтают о будущем, она не наступает. Поэтому то, что вы мечтали, это и привело к такому результату. Общая стоимость проекта — 380 миллионов рублей. Он реализуется в рамках дорожной карты «Кружковое движение НТИ» и при активном участии Академии Макарова и компании «Совкомфлот». Максим Широковский, Галуз Гивандян. Новости. Новгородское областное телевидение. Новости. Новгородское областное телевидение. Продолжение следует...